Доброе утро, день или вечер, мои инопланетные. С вами Монтейка и пятнадцатый день Инктобера. И сегодня я поговорю просто, точнее не поговорю, даже расскажу вам просто про процесс моей фантазии. То есть то, что я рисую вот в процессе сейчас, это комбинация слов. Это комбинация слов «путешественник», «оборотень», «кольцо», «аванпост» и «крылья летучей мыши». И в этом году я совмещаю четыре разных Инктобера, к которым я добавляла слова «рука», «кольцо», «глаз» и, по-моему, «кот». Но я не уверена насчёт кота. Но «рука», «глаз», «кольцо» точно. Вот. Я в разнобой добавляла эти слова к комбинациям из четырёх других Инктоберов. Вот. И, собственно, все иллюстрации, которые я делаю в рамках этого месяца, они все сразу на четыре разных Инктобера. И, знаете, это так забавно каждый раз, потому что тебе нужно... Тебе нужно не просто скомбинировать четыре слова, тебе нужно скомбинировать их в иллюстрацию, которая, возможно, передаст какую-то историю. То есть, если вы заметите из прошлых видео, либо, может, кто-то со мной следит в Инстаграме, под... вот, если в Инстаграме следите, то под каждой иллюстрацией есть история, связанная с этой иллюстрацией. То есть, я больше не пишу посты. Я пишу именно истории такие, как это фикшн. Вот. И я планирую хотя бы часть из них дописать и сделать такой электронный сборник из историй, но это потом. А сейчас именно вот про иллюстрацию. И получается, что обычно какие-то несколько слов я объединяю в персонажа. То есть, здесь это оборотень, кольцо и крылья летучей мыши, и путешественник. Это все персонаж, потому что это все можно скомбинировать в персонажа. То есть, это оборотень, он путешественник, у него есть крылья, и у него есть кольцо. И кольцо его привело к аванпосту. Или аванпосту. Хммм. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Аванпост для меня это что-то затерянное в песках, либо затерянное в льдах. Но так как я не считаю, что моего скилла достаточно, чтобы нарисовать аванпост из Звездных врат Атлантиды, я нарисовала все-таки такую небольшую вышечку в песках. Вот. Собственно, дальше сложность для меня всегда это цвета. Поэтому обычно я заранее просто выбираю палитру для всей серии. И вот та палитра, которая сейчас, я думаю, что она останется еще на зиму. Но зимой я буду комбинировать ее с еще одной выборкой цвета. Потому что это очень красиво, но это осенние цвета. И я просто не думаю, что зимой они будут так же круто, так же круто смотреться. Вот. Такие вот дела. Но в целом, знаете, как тренировка для... Как тренировка для фантазии это очень круто. Потому что ты пытаешься сразу придумать и имя персонажу, и почему он здесь, что с ним случилось, как он оказался вообще в песках, выберется ли он из песков, как его зовут, какая у него история, то есть из какой он семьи. Возможно, это только я, но мне нравится продумывать такие моменты. И сейчас мне очень нравятся мои иллюстрации именно потому, что я вернулась вот к этому. Когда я была маленькой, я так делала. То есть я садилась рисовать рисунок, и я придумывала к нему целую историю. Но в последнее время в инвестиции все больше моих иллюстраций были просто чтобы быть. То есть я не придумывала целенаправленно к нему историю. Я поняла, что мне это не нравится. Мне нравится делать рисунок и прописывать ему историю. Вот именно этому моменту. Что в этот момент происходит, какие еще персонажи задействованы, что чувствует герой, о чем думает и все такое прочее. Вплоть до того, что какая была погода. И это очень забавно на самом деле, когда ты следишь за ходом своих мыслей, за их отображением на бумаге. И потом это все рождается в то, во что оно рождается. И насколько я поняла, ребятам в институте зашел такой формат, что не может не радовать. Потому что я очень активно себя ищу в этом плане. Потому что я хочу оставаться собой в своих иллюстрациях. Но при этом я хочу, чтобы людям я нравилась. Так что я ищу золотую середину, а вам хорошего дня.